К нашему эфиру Иван Варченко присоединяется, эксперт по вопросам национальной безопасности и военнослужащие вооруженных сил Украины. Иван, приветствую вас в эфире Freedom. Добрый вечер, слава Украине. Героям слава. Иван, на предмете защиты Харьковской области разрешение, пусть и ограниченное, но вместе с тем разрешение использовать западное вооружение по военным объектам на территории России действительно показало результат. И насколько, как вы считаете, это показательно для партнеров? Является ли это для них весомым аргументом? Потому что там только на границе было разрешено это использовать. Этого, конечно, достаточно мало для более яркого результата, но, по крайней мере, для Харькова, Харьковского направления это действительно было очень значимо. Я очень хорошо понимаю, что наши партнеры, которые в погонах, генералы, офицеры вооруженных сил стран НАТО, других стран наших партнеров, они прекрасно понимают, какой эффект дает возможность расширить радиус поражения вражеских сил и средств. Поэтому, конечно же, в профессиональном плане среди военных не ведется абсолютно никакой дискуссии. Все совершенно уверены в том, что для страны-партнера нужно, конечно же, давать возможность уничтожать врага. Чем больше радиус этого уничтожения врага, тем больше эффекта для страны, которая имеет возможность воспользоваться этим. И, конечно же, тем тяжелее врагу осуществлять свои операции, о чем мы скажем с вами ниже. Поэтому здесь о профессиональной среде разговор не идет. Она прекрасно понимает, что да, это нужно делать. В то же время политические обстоятельства, которые возникают в странах наших партнеров, связанные с любыми страхами, фобиями, которые мы слышали, относительно того, чтобы усугублять конфликт, относительно того, чтобы провоцировать Россию, и вот там ближе становиться к использованию ядерного оружия, переодолевать какие-то красные черты. Об этом всем мы слышали на протяжении долгого времени. Очень хорошо, что наши партнеры сделали первый хороший шаг к тому, чтобы открыть окна и двери для использования всего, всех видов вооружений, имеющихся сейчас в руках украинской армии, для того, чтобы осуществлять удары по российским силам и средствам в глубине России. Плохо то, что стараются еще работать в политическом плане, придумывая разные ограничения и отговорки. То, что на Харьковщине во время наступления российского весной и летом этого года мы стали использовать хаймерсы, это позволило нам в значительной мере проредить систему противовоздушной и противоракетной обороны россиян, это позволило нам отрабатывать российские тылы, российские базы, российскую логистику и, конечно же, умереть их пыл по наступлению в Харьковской области. И мы понимаем, что успехи воинских сил обороны на Харькове в том, что остановили и практически вынудили сейчас российские войска к обороне. А если те прибегают к наступательным действиям, то это связано с очень большими потерями в стане, опять же, противника. Что касается глубины, сейчас мы говорим о 100 километрах от линии фронта в Харьковской и Сумской области. Это позволяет серьезно работать по тылам, это, скажем так, те планы, которые Россия строила по наступлению в Харьковской и Сумской области, в значительной мере заставила их видоизменить, и сейчас они, конечно же, концентрируются на других участках фронта, уже не рискуя расширять эту линию фронта за счет границ. Что касается, в принципе, дальности наших ударов, мы видим, что сейчас радиус, в том числе украинского вооружения, мы знаем, что наши беспроводники очень хорошо работают по российским делам, по российским важным критическим объектам, прежде всего военным, объектам военно-промышленного комплекса. Мы понимаем, что радиус сегодня составляет около 2000 километров. Мы также понимаем, что европейская часть России около 3000 километров практически до Урала. Мы уверены, что в ближайшее время украинцы найдут возможность каким образом преодолевать это расстояние, и, я думаю, ни один оккупант и его пособник не сможет укрыться на всей европейской территории России. Что касается азиатской территории России, то там понятно, что они еще чувствуют себя более вольготно, но это, опять же, сложная логистика, очень дорогая война. Чем дальше они вынуждены возить свои силы и средства, тем дороже, конечно же, для них этот процесс. И мы понимаем, что это то направление, в котором мы будем и дальше действовать. Да, и знаете ли, это еще раз наталкивает на сознание, насколько важен комплексный подход и передача вооружения, разрешение использовать это вооружение по военным объектам, и санкции, ограничения, мониторинг санкций и так далее, все это очень важно, чтобы на самом деле работало должным образом. Отчего, ну вот, боятся партнеры? Говорят, эскалации, да, боятся, если будет такого рода разрешение, более чем это было в Харьковской области, вообще на Харьковском направлении. Но ведь, если действительно эффективно поражать военные объекты страны-агрессоры, едва ли у нее будет возможность для этой эскалации. Как вы считаете, насколько здесь важен действительно комплексный подход в плане того, чтобы, ну, например, так, возможно, нескольких объектов? Или достаточно действительно проявлять такие возможности хотя бы на одном, но важном для страны-агрессоры военном объекте? Важно, конечно же, то, что мы можем и могли бы использовать, и качество. Понятно, что тех средств, которые, огневых средств, которые у нас есть, и количество. Здесь это очень, очень серьезно. Мы понимаем, что иногда наши партнеры дают нам ограниченное количество вооружений только для того, чтобы опробировать их в украинских боевых условиях и таким образом увеличить капитализацию тех производителей, которые их производят. Для нас же жизненно важно, чтобы этих средств было достаточно для того, чтобы защищать свою страну. Поэтому у нас здесь немножко разные принципы и подходы. И понятно, что мы очень заинтересованы, чтобы у нас было больше возможностей высокоточного дальнобойного оружия. И что касается этих вопросов, мне кажется, что восстание наших партнеров скорее уже искусственное. Искусственный ведется поиск каких-то аргументов для того, чтобы приостановить процесс, который остановить невозможно. Я думаю, процесс движения к здравому смыслу, а именно к разрешению Украине бить по всей территории на всю глубину возможностей наявного у нас оружия, этот процесс уже не остановить. Он слегка приостанавливается в духе классической западной дипломатии, когда не все сразу, а шаг за шагом и таким образом ограничивая возможности врага. Но мы понимаем, что враг использует, опять же, постепенность, с которой действуют наши партнеры, используют для того, чтобы убить как можно больше украинских граждан и достичь каких-то тактических успехов. Поэтому нам, конечно же, скорость принятия решений, важных для нас решений, важных для обороны и абсолютно логичных, она очень важна. Борис Писториус, министр обороны Германии, говорил, что к 2029 году нужно быть его стране. В частности, в той цитате, по крайней мере, он сказал не о странах НАТО конкретно, а он конкретно говорил о Германии, что его стране нужно быть готовой к возможной агрессии России. Мол, также там было заявлено, что после окончания войны с Украиной России может понадобиться несколько лет для восстановления своих сил и ресурсов. Вот очень интересно это мнение, потому что ведь на самом деле зависит от того, как закончится эта война, в том числе, как она закончится для России, с какими ресурсами Россию оставить после этой войны. А здесь уж вопрос прямо направляет нас на то самое заветное разрешение бить дальнобойным вооружением и, ну, не то чтобы намекает, а прямо указывает на то, что дальность ударов со стороны Украины по военным объектам на территории России должна быть как можно более масштабной. И вот здесь действительно интересно, эта речь была больше для внутренней аудитории, чтобы, ну, знаете ли, настроить жителей Германии на то, что да, нам нужно увеличить поддержку Украины. Или действительно Борис Писториус думает, что России позволят, и он готов в том числе, позволить России так быстро восстановиться после такой ужасной, жестокой, неспровоцированной агрессии против Украины? Да, нашим партнерам, говоря честно со своим народом, оценивая объективно ситуацию, которая сложилась на украинско-российском фронте, конечно же, следовало бы больше сконцентрироваться на том, чтобы не допускать подобных сценариев развития в будущем, которые бы угрожали территориальной целостности, государств, тем более Германии, находящихся через несколько границ от российской территории. Им бы следовало больше сконцентрироваться, о чем ведется речь, о чем они впервые слышат, на том, чтобы остановить агрессора в Украине, и именно здесь, на нашей украинской территории, используя те возможности, которые сложились у европейского государства, наших партнеров, не рискуя практически жизнями и здоровьем своего населения, дать возможность закончить вопрос с российской, имперской, человеконенавистнической, нацистской политикой, сегодня и на территории Украины. Для нас опасными и нелогичными выдаются эти разговоры о том, что какому-то из государств Европы нужно готовиться к войне в 25-м, в 26-м, в 27-м году, как это в Германии звучит, Великобритания говорит о том, что нужно больше сконцентрировать сил на то, чтобы увеличить обороноспособность страны, насытить ее больше и вооружениями, и боеприпасами. Но это вторичный вопрос, опять же. Мы понимаем, что местные элиты, точнее, элиты государственные, в европейских государствах сейчас стараются найти аргументы, которыми мобилизировать экономику, мобилизировать общественное мнение на то, чтобы больше работать в формате обороны и безопасности. Но вместе с тем это опасный путь, когда говорится о том, что давайте ресурсы будем сейчас на всякий случай использовать в середине нашей страны, не помогая или меньше помогая Украине. Именно в Украине сейчас та линия фронта, которая защищает интересы, ценности, а если говорить о перспективе, то жизнь и здоровье каждого европейского гражданина. Поэтому, конечно же, следует больше концентрироваться именно на помощи Украины, именно на том, чтобы сейчас вооружение и потенциал стран наших партнеров работали в Украине. Я хочу далее поговорить с вами об F-16, но для начала я хочу акцентировать внимание на том, что F-16 были переданы Украине в четко обещанных сроках. Это очень важная позиция также наших партнеров в том, что они остаются верны своему слову. Итак, украинские власти работают над получением оружия для истребителей F-16. Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Егор Чернев. И переданные Украине F-16 имеют новую авионику и радары для наведения ракет на цель. Для этих самолетов Украина также стремится получить дальнобойное оружие из Европы и Соединенных Штатов Америки. И, кроме того, по словам Чернева, важным вопросом остается подготовка, конечно, украинских пилотов к полетам на F-16 и технического персонала для обслуживания этих машин на земле. После цитаты продолжим. Далее ожидаем другие машины от стран соответствующей коалиции – Нидерландов, Бельгии, Дании и Норвегии. Сейчас ведется активная работа, чтобы к этой коалиции присоединились и другие государства, в том числе США. Так мы сможем получить необходимый минимум самолетов, чтобы закрыть наше небо и отбивать атаки оккупантов ракетами, дронами и самолетами. Егор Чернев, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Вот, кстати, наснащение F-16, об этом детально я хочу с вами поговорить. Здесь действительно самая простая логика, что чем лучше и качественнее будут оснащены F-16, тем более эффективными они будут, а значит, помощь, которая стоила чего-то все-таки нашим партнерам, она будет иметь больше эффект. Это, знаете ли, ну, не знаю, сколько так можно упростить, ну, такая себе, возможно, даже экономия на будущее. Так вот, как вы считаете, насколько важна эффективность F-16 не только в ловкости управляемости со стороны украинских защитников, но и в качестве примененного вооружения, которое также могут поставить наши партнеры? Вы знаете, я немножко ограниченно улыбнулся, когда вы, подводя к ответу моему, сказали, что точно в срок поставили. Я помню разговоры наших партнеров, притом на очень серьезном уровне, на уровне ответственных представителей стран-партнеров, когда они говорили о 23-м году, когда говорили о марте 24-го года, весне 24-го. То есть хорошо, что эта эпопея, этот затянувшийся сериал, а сейчас продолжается уже не сериалом, а все-таки фактом того, что первые F-16 появились в Украине. Да, просто все-таки конец лета такие сроки тоже были, поэтому я не знаю... Конец лета, да, это уже крайние сроки, о которых говорили, конец лета, и мы опять же говорили о том, будет ли это крайний срок, когда первые самолеты появятся в Украине. Теперь, конечно же, очень важно говорить не только о факте наличия этих F-16, а и о качестве этого оружия, и о количестве этого оружия. Начну с количества. Нам не нужно забывать, что в мире больше 5000 этих самолетов. Мы сейчас не будем говорить, опять же, некоторые с иронией будут говорить, какой мир, да, мир защищает себя, Украина должна заслужить, и все остальное. Мы понимаем, что это цивилизованный мир, который живет общими ценностями и говорит о каких-то принципах общего существования и правилах, которые должны в нем быть. Правила, в том числе, обеспечивающие безопасность для каждого гражданина этого мира. Поэтому говорим сейчас о 5000 самолетах, даже более чем 5000, которые есть, произведены. И мы сейчас, Украина говорит о 128 самолетах, возможно, 160, то есть четырех бригадах или немногим менее чем четырех бригадах, необходимых для защиты украинского воздушного пространства сейчас. Мы понимаем, что только где-то понимание рационального отношения наших партнеров заставило нас быть скромными, относительно скромными, относительно и того, какие именно самолеты мы хотели видеть в Украине, и относительно того, сколько их должно быть. Возможно, нам нужно меньше скромничать и говорить и о F-35, и говорить о значительно большем количестве F-16, о значительно более серьезном отношении, я говорю более серьезном, исходя из того, что иногда мы слышали, что там какие-то очереди существуют для подготовки пилотов и все остальное. Я думаю, и я точно уверен в том, что, понимая, что происходит в Украине, наши партнеры из цивилизованного мира точно нашли бы возможность в этих очередях найти места для того, чтобы украинцы быстрее готовили своих летчиков для того, чтобы защищать небо на территории Украины, на территории цивилизованной Европы. Поэтому, конечно же, количество важно и качество важно. Что касается вооружения F-16, мы понимаем, что базовые характеристики, они могут быть значительно усилены современным оружием, в том числе ракетами АМ-120, которые в достаточном количестве произведены. И я надеюсь, что сейчас военно-промышленный комплекс наших партнеров активно работает над тем, чтобы их было достаточно. А сколько это достаточно? Это достаточно для того, чтобы уничтожить российское доминирование, не только российское доминирование, но и российское присутствие в небе над Украиной, чтобы не дать возможности беспрепятственно работать и в принципе работать. И уничтожая украинские города, мы понимаем, что сейчас и стратегическая авиация, и в том числе не стратегическая авиация, а Су-34 и Су-35, несут на себе то оружие, беспрепятственно заходят в украинское воздушное пространство и бомбят украинские города. Поэтому я понимаю, что F-16 позволят, сейчас работая в радиусе до 200 практически километров, уничтожить это преимущество российской авиации, не дать им возможность работать по фронту и, возможно, значительно ограничить их работу в режиме стратегической авиации, стратегических бомбардировок. Иван, благодарю вас за то, что вы присоединились к эфиру Freedom. Иван Варченко был с нами на связи, эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащие Вооруженных сил Украины. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.